Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея. И сегодня мы будем изучать 18 главу этого Евангелия. Первая тема – «Кто больше в Царстве Небесном?» В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном. Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. А кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает». Святитель Филарет Дроздов писал, «Если не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное. Старайся стяжать детское смирение, детскую простоту и незлобие, детскую преданность воле Божией, и ты еще на земле познаешь, что есть Царствие Божие». То есть ребенок взят Христом как образец доверия к Богу, как к Отцу. Ребенок не властвует над другими, он находится в повиновении у других, как и христианин. Это человек для других людей, а не человек для себя и во имя себя. Вещь как бы замкнутая, эгоистически сама на себя христианин. Он совершает служение для других, и для него все как бы старшие. И следующая тема о том, что горе тому, кто соблазнит верующих. «А кто соблазнит одного из малых сих, под малыми сими понимаются и дети, которые неприкосновенны для человеческих соблазнов, и кто оскверняет их, совершает великий грех. Но по истолкованию отцов, а кто соблазнит одного из малых сих, то есть совершит какое-то преступное действие по отношению и к самим святым апостолам». Почему они называются «малыми сими»? Потому что речь идет о малом стадии Иисуса Христа. «Соблазнит». Греческое слово «соблазн» от слова «скандалон», «западня», «камень на дороге». То есть то, обо что можно приткнуться или споткнуться. «А кто соблазнит, то есть собьет с пути или опрокинет одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили Ему мельничный жернов на шею и потопили Его в глубине морской». Почему это лучше? Потому что лучше самому пострадать, чем стать виновником соблазнов для других людей. Надлежит соблазнам прийти, но горе тем, через кого они приходят. И далее Христос это и говорит. «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Вот здесь надо понять, почему Христос говорит «ибо надобно прийти соблазнам». И некоторые святые отцы говорят, если бы не было соблазнов, никто бы не спасся. Почему? Соблазн, который возникает в нашей душе, он обнаруживает, что в нашем сердце не так, что в нашем сердце неправильно, и он указывает направление, следуя которому мы должны очищать наше сознание и наше сердце. То есть иногда соблазн попускается от Бога, чтобы обнаружить нам самим в себе, что не все так хорошо, как нам может казаться о самих себе. «Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя, ибо лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. «Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненно». Конечно, Христос здесь говорит не о том, что надо руку отрубать, глаз выдергивать, конечно, не об этом. Поэтому Он и говорит, если рука соблазняет, то есть одна рука, если глаз соблазняет, один глаз, чтобы мы поняли, что речь идет не о руке, не о глазе. Иначе бы вина падала бы на создателя тела, а создатель тела есть Бог. А когда Бог создал человека, Он сказал, весьма хорошо. Иными словами, Христос говорит, если тебе что-то дорого или кто-то тебе дорог, как твоя правая рука или как твой правый глаз, но это ведет тебя в погибель, лучше от этого откажись, лучше с этим человеком не сообщайся, потому что главное – это обеспечить спасение своей душе. И как иллюстрацию Он предлагает притчу о заблудившейся овце. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного». Вот здесь Христос впервые в Новом Завете говорит, что у каждого есть ангел-хранитель, который пред лицом Отца Небесного оберегает каждого верующего человека. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». И притча. Как вам кажется, если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? «И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяносто девяти незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих». То есть если под малым сим мы понимаем человека неопытного, он может быть взрослым, но как ребенок, не имеет здравого рассуждения, и он заблудился, мы должны проявлять заботу и о таком человеке. И далее Христос подсказывает нам, как надо обличать человека, который впал в соблазн, в какое-то заблуждение или в состоянии греха. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. «Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то добудет он тебе как язычник и мытарь». Здесь говорится о том, что если кто-то согрешает против нас, и мы узнали об этом, мы не должны позорить этого человека. Мы должны постараться образумить его один на один. И если он нас не послушается, мы должны взять с собой других христиан, чтобы двоем-троем образумить его. А если двоих-троих не послушается, тогда обличить его перед церковью. Вот этот текст очень интересный. Он такой антисектантский. Вот сектанты любят говорить. Церковь – это где двое или трое собрались во имя Христа. А вот этот текст как раз показывает нечто другое. Один на один человек обличил другого. Двое-троя обличили другого. А он не послушался, тогда они пошли к церкви. Значит, церковь – это не двое-троя. Церковь – это епископы, пресвитеры, декана. Вот это очень важный такой экзогетический прецедент, на который надо обращать внимание. А вот далее Христос говорит, да, где двое или трое рассуждают о нем, он посреди этих двух-трех. Но это не значит, что каждые два-три человека – это и есть церковь. Хотя слово церковь, экклесия, означает собрание, но в таком широком смысле церковь есть собрание народа Божия в единстве со своим трехчинным духовенством. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди. Да, Христос посреди двух-трех, когда они молятся. Или собираются во имя Его. Что значит во имя Его? Читают Евангелие, имеют рассуждение о нем. Он среди них. Но это не значит, что двое-трое в церкви. Потому что церковь – это единство сугубого священства, трехчинного и всеобщего священства, всех чад божьих. Далее обсуждается вопрос, сколько раз прощать брату. Тогда Петр приступил к нему и сказал Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешившему против меня до семи ли раз. Вот такая интонация у Петра, что кажется, он уже устал бесконечно всех прощать. И Иисус говорит ему, не говорю тебе до семи, но до семидишь-то семидесяти раз. Есть удивительное истолкование блаженного Августина именно на этот стих. До семидишь-то семи раз. Что это значит? Прости всех людей, начиная от тех, которые живут вот в это время, когда жил Христос, и до Адама, первого человека. Ибо от Адама, первого человека, до Христа ровно 77 поколений. И был такой человек по имени Ламех, у него были две жены Ада и Цила, и он боялся, что он будет наказан со своей грехи. И ему было откровение от Бога, на чем настаивает блаженный Августин, что в семьдесят седьмом поколении его грех будет искуплен, воздастся за его грех. А семьдесят седьмой от Адама до Христа, мы видим родословие Христа в Евангелии от Луки, который восходит именно к Адаму, и там семьдесят семь имен до Христа. В нем, во Христе, искупление грехов всего рода человеческого. Смысл этих слов – прощай другого человека, как бы Христос говорит, ибо я пришел, чтобы умереть за все семьдесят семь поколений от Адама. И тот, которого ты не прощаешь, я за него тоже раскину свои руки на кресте и приму мучительную смерть. С другой стороны, прощать других нам надо, потому что мы сами нуждаемся в прощении. А мера того, как мы относимся к другим, может оказаться мерой того, как Господь отнесется к нам. Собственно говоря, мы его об этом и просим в молитве Господней. Далее говорится притча о немилосердном должнике. Она является как бы иллюстрацией. Посему Царство Небесное, подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими, когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то Государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и кланясь ему, говорил, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Но у этой истории есть продолжение. Ведь мы с вами определились, мы должны прощать, потому что мы сами нуждаемся в прощении. А если Христос уже простил нас, тем более мы должны прощать тех, которые обращаются к нам за прощением. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев. Но сто динариев – это не десять тысяч талантов. И схватив его, душил, говоря, «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ упал к ногам его, умолял его и говорил, «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит, «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя?» И надлежит ли и нам, христианам, пережившим прощение во Христе и со Христом, простить всех людей, которые когда-либо согрешали против нас, и попросить у них прощения. «А если нет, и, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему весь долг, всего долга, уже прощенного». И Христос делает вывод, «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своему брату согрешение его». Что значит? Простить надо от сердца. То есть, если ты простил, все, уже не возвращайся к этому, уже не напоминай. А если ты сам прощенный, тем более дай другим пережить прощение, чтобы они вошли в радость твою.